Я приглашаю вас продолжить обзор моих комнатных цветов. В первой части вы познакомились с некоторыми из них. Надеюсь, что информация вам понравится и пригодится. Перед вами тигровая бегония. Вот такая компактная. Когда она цветет, торчат цветоносы. Мне она не очень нравится. А вот так, когда кустик зелененький, компактный, очень интересно. Растение размножается даже листочками. Но мне больше всего нравится размножать делением. А также, посмотрите, делением черенков. Прямо вот такой черенок можно укоренить. И советую всегда укоренять в песок. Не надо мучить растение. Пусть оно постепенно даст корешки. О этом растении, о эхивере или каменной розе, у меня есть фильм о том, как я выкладывала сюда все черенки, как укоренялись. Это суккуленты. И здесь еще вот есть мамиллярия. О кактусах я расскажу немножко позже. Растение неприхотливое. Почву любят очень скудную. Больше песчаную. И о почве у меня есть фильмы. Если вы добавите к песку речному крупнозернистому немного плодородной земли, вполне хватит такого грунта, такому растению. Ну и вот посмотрите, здесь уже растут маленькие каменные розы. Растение пошло в рост. Познакомьтесь с моей юкой. У юки также есть фильм. Этой юке уже 14 лет. Привезла ее из... Вы меня видите? Я привезла ее из Германии. Вот такой, где-то сантиметров 50. Растение мне нравится. А внизу посмотрите, гликсина. О гликсине у меня также есть фильм. Знакомлю вас с венериным волосом или одиантумом. Растение красивое, ажурное. Относится к семейству папоротниковых. Ну и у меня оно возродилось, потому что на него сильно напала тля. И я его полностью обрезала. Ну и вот теперь оно у меня выглядит вот так. Видите? Новые листочки. Хорошие, свежие. Следующее растение, которое растет у меня. Это сциндапсус. Я недавно его пересадила. И посмотрите, какие шикарные листья начали расти. Это вьющееся растение. Выглядит оно вот так. Тянется туда, к солнышку. Но хочу сказать, что сциндапсус любит плодородную почву. И поэтому не пожалейте гумусной почвы. И тогда листочки у вас будут такими же, как у моего сциндапсуса. Посмотрите. Здоровенькие, крепенькие. Хочу вам его показать ближе. Посмотрите. Красота. Это он в благодарность, что я ему поменяла почву. Дал такие листочки. И окраска довольно-таки интересная. Видите? И вот он еще туда пошел. Вверх. Ему там места мало. Но я надеюсь, что он найдет себе выход. Мне подарили традисканцию. Зебрину. Вот так вот она растет. Знаю, что это совершенно простое растение, но мне его подарили. И я благодарна. Традисканция легко размножается. Вот такими черенками. Растет быстро. Цветет беленькими цветочками. Растение неприхотливое совершенно. Может образовывать целые стенки. Ну и покажу, как свежо выглядят листочки у этой традисканции. Если информация вам понравилась, задавайте вопросы. Отвечу с удовольствием. И, конечно, буду рада комментариям. Ну и подписывайтесь на канал. Вы узнаете еще много интересного. С вами была Екатерина Снатко.